всем здравствуйте дорогие наши подписчики сегодня снова буду я вас удивлять своими изделиями сегодня буду я делать блюдо из мяса сладкого не буду я ничего сегодня такого делать потому что сладкого один я кушаю уже много наелся того сладкого одни пишут что я его продаю конечно кого интересует вам оставить свой номер телефона в инстаграме звоните буду вам продавать я шучу конечно кушаем его прекрасно сами сели и яблочный пирог и пирог зебра я спокойного силы с чаем и с молоком и с кефиром сладкого я сильно люблю но сегодня будем мясное готовить я купил грудинку куричу сейчас я вам все это покажу и так начнем и так начнем одно яйцо разбиваем добавляем ложечку соли забыл ложечку взять минутку добавляем ложечку соли это мы все перемешаем вот так здесь у меня сметана добавляю ложечку соли пищевой соды добавляем нашу массу сюда добавляем и начинаем добавлять муку я хочу сделать сегодня такой пирог будет мясной должен получиться и так добавляем по чуть-чуть муки и будем это тесто замесивать хорошо так чтобы у нас такое мягенькое вышло не забитая это пачка у меня я не знаю я не знаю сколько уйдет муки честно говоря потихоньку досыпаю муку и замешиваю потихоньку досыпаю и замешиваю и так будем видать сколько у нас муки уйдет не могу вам точно сказать сколько она выйдет у меня такая пачка маленькая то выйдет на 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 тесто это я по чуть-чуть добавляю не хочу чтобы она была забита у нас вышла она мягенькая у нас вышло она мягенькая еще чуть-чуть надо вот так получилось у нас такое тесто теперь я чуть-чуть высыпаю сюда и доведем его до ума вот посмотрите вот такое тесто у нас вышло такое мягенькое хорошее вот что у нас получилось такое тесто берем ложим его в кулечек и положим его в холодильник на 15-20 минут положим в холодильник чтобы оно чуть застыло итак берем мясо наше куриное я его отварим долго его не варим и режем его на такие кусочки и окурки и чудаем мясо наше затем берем лук и режем его на мелко и добавляем мясо это хорошо перемешаем и возьмем чуть-чуть петрушечки зелени тоже нарежу я люблю когда в мясе есть зелень хорошо можно у кого лук есть перьями зеленые тоже хорошо добавлять петрушечка хорошо запах дает тоже прекрасно добавить петрушечку это будет очень-очень хорошо затем берем 3 картошечки и нарезаем потом она у нас хорошо пропеклась ну конечно надо когда в духовку мы ее заложим надо постоянно будет контролировать пробовать или картошка наша запеклась но это мы потом будем делать сейчас в начале приготовим к нашему пирогу начинку это так же самое отправляем отправляем к мясу тоже картошечку чуть-чуть я наверное посолю много не буду соли давать потому что боюсь я давал приправу чтобы я не пересолил и так же самое это все перемешаем так начиночка у нас на пирог приготовлено сейчас будем вынимать наше тесто с холодильника настали наше уже тесто с холодильником вот какое оно у нас и разделим его на две части которая нижняя часть оставим большая верхняя меньше и сейчас мы сделаем раскатаем его сделаем так чтобы он тоненький вышел у нас вот такой круг передайте мне уже форму пергаментная бумага я беру чуть-чуть разотру маслом сливочным бумагом чтобы у нас не пригорало так у нас получился и сейчас делаем второе такое своей половинки так у нас получилось и сейчас мы будем вложить нашу начинку сюда стараемся все в середину потому что нам надо края оставлять потому что мы будем потом заворачивать второй корж и сейчас будем делать второй такой же самый корж и будем накрывать сверху вот так у нас получилось накрыли второй корж и сейчас будем его закрывать вот что у нас получилось видите как я завернул обязательно надо делать внутри дырочку вот так вот такую дырочку мы сделаем чтобы мы потом могли контролировать и нашу картошку вот так вот будем потом контролировать картошку и сейчас это все отправляем в духовочку при температуре 180 градусов ну где-то на полчаса и так это мы отправляем все в духовочку при температуре 180 градусов закрываем на полчаса и будем контролировать итак вот что у нас получилось пропеклось хорошо видите главное проверим картошечку картошечку я специально внутри видите дырочку сделал попробую теперь мы я взял яйцо желток и обмажем его сверху чтобы он такой был желтоватый и отправим опять в духовочку на пять минут чтобы сделалась а такая корочка красивая и вот что у нас получилось совет он такой желтоватый стал красивенький потом накрываем сверху маленьким полотенечком чтобы он мягенький был и потом посмотрим с вами что у нас получилось в разрезе вот так я его накрыл сверху подождем минут десять чуть-чуть остынет и потом его разрежем и вот что у нас получилось коляне не будет кушать светлана тоже не будет кушать а мы с мамой такой маленький пирог сделали нам с мамой на неделю хватит его кушать сейчас посмотрим что оно в разрезе конечно можно было бы форму такую аккуратную сделать круглую но я сделал такую форму но я не делал там на какой-то праздники или что я просто сделал чтобы мы с мамой покушали я думаю маме приятно сейчас посмотрим разрежем его что он там в разрезе у нас получился опа о видите как пропекся хорошо и картошечка не сырая ведь сейчас мама придет бы она там на улице играется с собаками пока нету такого мороза потому что вчера мама почти не выходила на улице было сильно скользко а сегодня растаяла то мама гуляет на улице сейчас она как раз придет с улицы и сядет и попробует так что готовьте так что готовьте ось добрый день уже я пробую який сыночек зробил но ты же помогала тоже делала так что смачное мясо цебулька картошечка очень вкусно очень вкусно очень вкусно не соленое не соленое я боялся я уже дал приправы думаю что больше соли дам а ты соленого не ешь ну такого покушать то приготовить хорошо правда хорошо 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 очень вкусно что есть классная или можно смешно она искро историю